Рассказывается история, как один человек из Америки приехал в Белоруссию. Ему было очень сильно интересно, как выглядит Хофицхайм. Ему он пошел в город Рады, где, как мы знаем, жил Хофицхайм, Алла Ва Шалом. И спрашивает людей, где же живет этот великий праведник Хофицхайм. Идет, и его направили, где он живет и так далее. Он приходит в дом Хофицхайма. Старый дом. Он, во-первых, не ожидал, что так будет. Открывает двери, заходит, стучит внутрь. И говорит Хофицхайм, заходи, заходи. Этот человек заходит, смотрит комната, где же сидит Хофицхайм. Все стенки полны книг. В середине сидит Хофицхайм, изучает Тору. И спрашивает этот турист Хофицхайму. Это вы Хофицхайм? Да. Рабимир Исраэль из Ратина. Да, это я. Спрашивает этот турист. Это вы Хофицхайма, о котором весь мир разговаривает? Который знает и слушает о нем настолько много. Вы живете в этом комнате, в этом квартире? Это ваш дом? Где же ваш шкаф? Где ваш мебель? Где все эти вещи? Я когда приехал, я думал, что увидят сейчас Хофицхайма. И у меня абсолютно было другое представление, как будет выглядеть Хофицхайм. И спрашивает Хофицхайм этому туристу. Скажи мне, мой дорогой еврей, а где твой шкаф? А где твоя мебель? Спрашивает, отвечает этот турист. Скажи, говорит, что Рабимир говорит, я турист. Я же не ношу с собой, говорит, мой мебель, мои стулья, мой дорогой стол и так далее. Я же не беру это все с собой. Я турист, у меня все это есть на месте, у меня на квартире. Отвечает ему, великий праведник Хофицхайм, мы дорогие евреи, я точно так же. Я тоже турист в этом мире. Я турист. Я временно тут. Из-за этого все эти вещи мне в принципе не нужно. Точно так же, как ты турист здесь, сейчас в Радине, я точно так же турист в этом мире. Эта история дает нам очень большой мусараскель, то, что называется, очень большой урок, о котором мы бы хотели сегодня с помощью чуть-чуть разговаривать, что-то раскрыть ему на эту тему. А именно Хофицхайм ответил этому человеку, мы в этом мире, мы непостоянны. Мы туристы. Так если мы туристы, то что мы должны делать в этом мире? Какая задача? В будущее евреям, дорогие друзья, мы понимаем, то, что этот мир, в котором мы живем, это не постоянно. Мы живем 70, 80, 100 лет, 120 лет. После этого человек уходит с этого мира. И это не конец. Не заканчивается наша жизнь на том, что через 120 лет человек уходит с этого мира. Наша душа, то, что мы есть в принципе, он продолжает как бы жить в будущем мире. И у нас в будущем евреям у нас есть обещание, то, что придет приход Машеха, и все ушедшие люди, которые были правильники, они восстанут, и они будут жить, будут в вечной жизни. Не цах, не цахин. И в это время, то, что мы живем здесь, у нас есть испытание соблюдать заповеди. И было дано нам для этого Тора и заповеди. Мы исполняем заповеди, мы получаем заслуги, награду за это. И, не дай Бог, если переходим против этого, то же приходит как бы наказание за неплохое, неправильное как бы соблюдение заповедей. Этот мир называют наши мудрецы, как коридором для будущего мира. Так как Хофетсхайм ответил этому человеку, я временно, я сейчас нахожусь в коридоре, я не тут, чтобы обращать настолько внимания на то, что столько у меня материальных вещей, то, что нужно все прекрасно туда обустроить, и так далее, и так далее. Я тут, для того, чтобы пережить это время, если человек, как бы, турист находится, ему не нужно все эти лакшери, все эти необходимые, как бы, и каких-то экстренных вещей. Он должен просто временно прийти в эту жизнь. Он собирается в этой жизни, проживает, что максимально использует это время. И он переходит как бы для будущего мира. Это тот еврейский, в принципе, образ жизни, еврейский именно подход и мировоззрение, для чего, в принципе, человек живет в этом мире. К этому, мне кажется, мы же дали тут один раз пример такой, то, что рассказывается в наших святых книгах, очень такой, очень интересный пример, то, что был один человек, который, у нас была проблема с парносой, и он подумал, что хорошо, говорит, я пойду сейчас в другом стране, и там смогу зарабатывать пару копеек, и так далее, могу привезти к этому парносу, могу как бы жить, как бы в себе, в себе нормально как бы содержать, тут парносу очень сильно тяжело. Уезжает с одного места в другое место, и так далее, нигде не находит по своей профессии какую-то работу. До того момента, пока он не поехал в Северный полюс, в Камчатку, где-то далеко-далеко наверху. Он поехал туда. И спрашивает там Чукч и так далее, спрашивает, что это профессия, которая у меня есть, говорит, вам это надо? Говорит, да, действительно, нам нужна твоя профессия, и у нас есть принятие, работа тоже ради тебя. Он обрадовался, дали ему работу, начал зарабатывать год, два, три, проходит несколько лет. И этот человек работает. Через пару лет он понял, что все, ему нужно вернуться обратно домой. И он сказал то, что уже людям, что вот я сейчас уже собираюсь, и так далее. И он хочет сейчас что-то, дорогую вещь, драгостоящую вещь взять отсюда, в свою страну, чтобы он может там, может быть, намного больше, дороже именно продавать, чтобы за те деньги, которые он сейчас тут заработал. Может быть, он может тут, в Камчатке, наверху, где-то у Чук что-то купить такой, что тут драгоценный. И в другой стране, может быть, у него дома, может быть, это будет стоить намного дороже. И этим разбогатеет намного больше. Так, спрашивает там, узнает, какие вещи тут дорогие, какую дорогостоящую вещь. Идет, спрашивает, спрашивает, и понял то, что в этом месте самая дорогая вещь – это жир. Это жир. Почему самая дорогостоящая – это жир? Потому что там, в этом месте, в полюсе наверху, очень сильно холодно. Очень холодно. И люди, они мажут себя жиром, чтобы как-то содержать, как бы, свою теплоту. Теперь, что он делал? Он взял все деньги, которые он заработал за это время. И взял и купил бочками, бочками много-много жиров. Прошел день, тогда должен был бы уехать уже. Приехал его корабль. Он загрузил бочками этот жир. И он думает, что он сейчас купил этот жир, эта дорогостоящая семьяная вещь там, пойти в своей стране, сможешь где-то нормально продать. Уезжает. Приехал на своей стране, в свою страну, и загружает все эти бочки. Загружает все эти бочки на порту, и начинает этот жир вонять, вонять, вонять. Люди с ума сошли. Что это такое? Настолько именно плохой запах везде. И жара, как бы, в этом месте, где он живет. Жара, и все испортился, и так далее. И он все спрашивает, говорят, что ты привез? Я говорю, вы не понимаете, говорят, это жир, это очень дорогостоящая вещь, это я продам, я много богаче стану. Ему говорят, дорогой говорит, ты что? Какой жир? Кому нужен здесь жир? Там, оттуда вот ты приехал, там нужно было этот жир, потому что там было очень холодно. Но здесь жир, кому нужен твой жир? Смотри, я это, в принципе, испортился тоже. Он, когда это понял, говорит, что я наделал, ни деньги не привез, ни этого не привез, что я привез? Привез, ты говоришь, жир. И что это за жир? Жир, это который здесь ничего абсолютно не стоит. Он приходит домой, приходит домой, весь без настроения, говорит своей жене, жена, шалом, соскучился, и так далее. Но извини, извини, поехал, чтобы заработать деньги, вот так, так было, привез жир, и ничего, и только бы не вышло. Что я могу делать? Что я могу делать? Прости. И проходит в этом плохое настроение, в слезах, как бы там, конечно же, весь полмассов, весь его год именно работы, и так далее, без ничего. вечером у них сосед, ее жена рассказывает мужу о том, что, смотри, говорит, приехал, говорит, хай, сколько лет не был тут, он начал зарабатывать деньги в другой стране, туда, сюда, вот так произошло, приехал, жир привез, и произошло то, что произошло. И этот человек, который жил, сосед его, что-то, говорит, очень иностранно, он начинает, говорит, смотреть через окно, он смотрит через окно, и смотрит то, что дети играют какими-то камушками, играются какими-то камушками, крают камушками, говорит, это своей жене, этот сосед, то, что говорит, не может быть, это все для того, чтобы он покрыл свое богатство, я уверен, что какой-то он уже не сумасшедший, что он привез жир оттудова, что не понимает, что здесь никому не нужно, наверняка, это для того, чтобы люди, не знаю, Айнара, чтобы не было, чтобы до него не подумали, что он богатый, что он этот, он, наверное, все так обы скрывает-то. Так, что он делал? Смотри, говорит, мне кажется, дети играют за какими-то камушками, посмотри, настолько они блестят, это ночь, на свечке, даже настолько именно разноцветные именно цвета, это видно, что у него какие-то драгоценные именно камушки. Наверняка, это его богатство, наверное, это его секрет. Говорит, пойду ему, скажу, шалом. Проходит, стучит, говорит, шалом алейхем, как дела, мы столько соскучились, как прекрасно, что ты приехал. Говорит, да, 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 вот это так было, поехал, поработал, то все. Но, смотри, говорит, то, что произошло, говорит, привез жира, от удава, никому не нужно, говорит, твой жир здесь. Говорит он ему, говорит, что это такое, что-то дети играются там? Что-то, это за вещь, что-то дети играются там? Он говорит, а это что, это какие-то камни я нашел на улице, я когда покупал эти жиры и ставил это все в корабль, они не помешались, так что я делал, взял я от удава, поставил, поставил, от земли пару камушек, поставил, говорю, чтобы крепко стояли бочки жира, так я взял эти пару камушек, я думал, что дети, они будут играться потом с этим, хотя бы это то, что осталось, какие-то камушки от того места, где я работал годами. Говорит, Хайм, можно посмотреть на эти камушки? Он берет, он смотрит, говорит в шоке, смотрит это вообще, говорит, у него начинает блестеть лицо, он говорит, Хайм, ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, что это такое? Он говорит, да нет, эта вещь валяется там наверху, говорит, везде, говорит, это камушка, которые... ничего. Говорит, ты что? Говорит, ты знаешь, сколько это стоит? Это десятками тысяч Доллар, говорит, стоит, говорит, твоя камушка. Знаешь, говорит, сколько это стоит? Говорит, люди будут бегать за тобой, чтобы покупать такой и другой драгоценный именно камень. Ты же бесценными вещами, говорит, то, что у тебя, говорит, в руках. И у тебя не одно, у тебя таких несколько. Он говорит, дурак, я говорю, что я наделал? Что я наделал? Эти вещи, говорит, валяются везде. Я все время взял это для того, чтобы мои жиры, говорит, не упали. А если я бы знал, потому что это такие драгоценные вещи, настолько же я бы намного больше взял бы, чем вместе этих, говорю, бочек, я бы взял, говорю, камушки, я бы взял, говорю, драгоценные камни, бриллианты и зурмуды и так далее. Дорогие наши мудрецы сравнение это с нашим миром. Человек, который живет в этом мире, мы живем, проживаем. Мы собираем разных, мы обращаем разных вещей. Человеку нужна парноса, им нужно этот, обращаем на разные вещи, на внимание. Но так-то человек пошел, там делал стаку, там делал доброе дело, там делал какую-то вещь, там делал тфилина делал, там делал, прошел на молитве и так далее. Он думает, что это такое? Я делал еще хорошо доброе дело. Приходит через 120 лет, говорит, Гамурат Ему. Вот это, говорит, миллиарды стоит, миллиарды стоит твоя каждая митва, твоя каждая митва, говорит, бесценно. Тут в Land Марафи. в мире, который истинно, это то, что ценимо. Каждая митцва, которую ты сделал, это то, что ценимо. Каждая цитака, которую ты сделал, это то, что ценимо. И осознавая этот момент настолько, на нас надлежит быть именно начеку, то, что называется, и без мудрости подходить ко всему этому, настолько человек должен бегать за соблюдение заповедей, за митцвот, что это и есть то, что остается с человеком. Так говорится, что каждая вещь, то, что приходит к человеку, друзья, жены и так далее, они приводят до определенного человека. Единственная вещь, то, что идешь к человеку, это его митцвот и маасимтовы. Заповеди, митцвот и добрые дела, которые человек делал в этом мире. Теперь, давайте совместно раскроем вот эту тему чуть-чуть в глубине, посмотрим в нашем деле главе. И мы найдем очень интересный момент, который, с Божьей помощью, будет, мне кажется, больше хизук для нас, чтобы посмотреть на, в принципе, всю идею заповедей. Что это такое вообще противозаповедей? Как это вообще работает? Что это такое? В неделе главы Вайтхана, который будем читать с Божьей помощью на этой неделе, рассказывается в следующий момент, то, что творец пишет, и придет, твой сын будет спрашивать, папа, что это за заповеди, которые творит заповеды он нам? Наш вопрос, что это такое? Что это за митцвот? Может понять человек заповеди, так как, не знаю, окей, мы не пойдем сейчас, как красная корова, любые другие заповеди. Как можно то, что человек, не соблюдая шаббат, такое именно наказание у него, человек имеет отношение с замужной женой, у него такое именно страшное наказание, которое в Торе написано, за то, что за убийство, такое именно наказание, за такие митцвот, которые, в принципе, нам непонятно, за что человек делал такого. Шатнез, лен и шерсть не сделаем вместе. Какие-то хукин, эдует, какие-то там вещи, мы соблюдаем шаббат, заради воспоминания выхода из Египта, но если человек не делает этого, получает именно такие именно вещи, Песах, корбом Песах, который не привез человек, такой именно страшный, кушает хаммез Песах, такие страшные именно наказания. И вообще все митцвот, которые есть в Торе, в чем говорит объяснение с папой? Скажи, в чем объяснение этого всего? И Тора дает нам ответ. Ашем, Творец этого мира, который дал нам Тору, Он сам раскрывает нам смысл всего заповеди. И, в принципе, почему мы, евреи, находимся здесь? В чем цель всего этого? И к чему должен быть наш фокус ежедневно, ежесекундно? И чем, в принципе, еврей, в принципе, должен дышать? Говорит нам Творец то, что отвечает вам Сыну следующим образом. Причина всех заповедей заключается в том, то, что мы, еврейский народ, как народ находились в Египте. меня однократно сказали, то, что основа нашей веры, оно основано там. Мы там видели Творца явным лицом, мы там видели нашими глазами. Мы видели, что Он есть Творец этого мира. Он раскрыл себя, меня, тебя, всего, абсолютно все то, что есть. Есть один единственный Творец. И этот Творец раскрыл нас и показал, что Он властвует абсолютно над всем духовными, материальными силами, ангелами, созвездиями. И все, все, все абсолютно находится его в руках, потому что Он есть создатель всего абсолютно в этом мире. Мы увидели, то, что Творец, Он наказывает злодеев в этом мире и дает заслугу праведников. Мы видели, то, что есть надзор Творца в этом мире, что Творец, у него есть особенный надзор над каждым абсолютно творением в этом мире. Как может быть, то, что лев приходит и кусает египтянина, а еврея он не кусает. Надзор! Лев, что-то, откуда он знает? Творец раскрыл, я стою за кулисами абсолютно всех этих вещей. Значит, другими словами, мы видели, то, что Творец, Он есть тот, кто управляет абсолютно за всеми этими. И Он есть наш Создатель. И тем, что Он нас вытащил на самом деле из Египта, нам полагается служить Ему. Сейчас мы Его рабы, мы Его слуги, мы Его дети. Он нас избрал. И Он тот, кто дает нам абсолютно все. И мы, можно сказать, мы подчинены Ему. Мы обязаны Ему. В сегодняшний день это слово очень сильно звучит так, это то, что обязан. Кто-то кому-то что-то обязан. Да? Мы обязаны Творцу. Да? Мы обязаны Творцу за все доброту, которую Он делает нам с того момента, как мы родились, и нашим предкам, и все абсолютно поколения, и тот избранность, который Он нам дал, и весь наш сущность, и реальность зависит от того момента, то, что Творец вытащил нас из Египта. Осознавай этих вещей, то, что Он мой Творец, Он мой Отец, Он мой все, то, что Он дал, я обязан Ему. Мы как рабы по отношению к Хозяину, по отношению к Творцу. Мы называем Творца, Ты наш Король. Мы называем Творца, что Ты тоже одновременно наш Отец. И правление такое, исправление такое. Но мы обязаны служить Ему. Понимаем ли мы все абсолютно смысл всех заповедей? Мы не понимаем смысл всех заповедей. Но что? Мы обязаны служить Ему. Мы обязаны служить, и все Его заповеди, все то, что Творец дал нам, они все одна большая доброта для нас. Абсолютно любая вещь, которую дает нам Творец, это абсолютно доброта для нас, чтобы мы жили здесь, в этом мире и в будущем мире, чтобы было хорошо для нас. В этом мире, даже если мы не понимаем, как вещи должны работать, тем, что я сейчас шатнез не буду делать, то, что я не буду леон и шерсть делать здесь, мне будет хорошо в этом мире, тем, что я не буду кушать ни кошерны, мне будет хорошо здесь. Даже если мы постараемся всякими разными способами, биология, анатомия, физика, здоровье, посмотри, именно врачи, что говорят и так далее, эти вещи раскрываются со временем больше и больше, настолько истинно именно Торы с технологией и со всеми вещами сегодняшней темы, мы больше и больше эти вещи раскрываем, но даже без этого мы знаем, что от Творца плохие вещи не приходят и все то, что он дает, это полная абсолютно доброта. И направление, как мы должны вести себе судья, как мы должны вести городские законы, как мы должны вести между законами, между друзьями, купля, продажа, воростов, доверие, всех этих вещей, эти законы Творец, которые нас направляют. Теперь первый момент, который Творец может говорить нам заповеди, которые я вам дал, дорогие мои евреи, потому что мы все обязаны к этому, потому что мы были рабами, мы видели, мы знаем, что мы обязаны к этому всему, со стороны того, что он нас вывел из Египта, со стороны того, что мы обязаны, чтобы он нас создал из-за благодарности ему, и мы есть его рабы, и так далее, то, что мы уже сказали. Но дополнительно к этому Еще есть второй момент Второй момент говорит нам Тора Говорит нам Тора Говорит нам Ашем Я буду защитывать вам Эти дела, которые вы будете делать Эти заповеди, что вы будете делать Как цдака Как доброе дело Если раб делал желание своего хозяина Он что должен еще какую-то зарплату за это получить Потому что он обязан ему Он обязан ему делать эту вещь Но Творец говорит Мы дорогие евреи Если с вами не так Не только то, что вы обязаны за это вы делаете За то, что мы делаем Заповеди Творец Зачитывает нам И дает нам как цдака И дает нам заслугу За наши позитивные дела За наше соблюдение заповеди Дается нам Заслуга еще за это Который как цдака Если человек обязан Приходит человек к врачу Дает ему таблетку Дает ему таблетку Выздоравливая Знай, это для тебя хорошо Он что должен еще деньги за это дать Вот тебе еще заслуга То, что ты сейчас выздоровел Петахшилов Понятно, что нет Так Творец дает нам Для нашей, чтобы было хорошо На вещь, которую мы При тебе тоже обязаны за это И говорит Не только этот Я защитую вам Как цдака Я за это дам вам заслугу А что это за заслуга За каждую вещь, которую мы делаем Заповеди, желания Творца в этом мире Какой заслуга идет речь А какой заслуга идет речь Дорогие друзья Говорим Схар Творец В многих местах Торе Здесь парашат Парашат Китаво Парашат Бехокотай Телеху А про мавину Эти обещания Про землю Израиля И многочисленные обещания Посмотрим Творец дает нам Определенный Как бы Заслуги За наши Говорит нам Какие заслуги Придут За наши Соблюдения На заповеди Но разве Это есть Все За то, что В митсва Включаются Это себе Получается Два вопроса Во-первых Вопрос На эти заповеди Эти заслуги Которые Творец Сказал нам В этом мире То, что мы получим Это есть Заслуга За нашим На заповеди Это есть В силе Всего этого И второй вопрос Который мы бы На этом же месте Хотели бы Может быть Чуть-чуть затронуть Это очень тяжелый Как бы вопрос Но с помощью Может быть Когда затронем Этому Почему же Так бывает То, что Есть праведники В этом мире Которые У них Они все делают Желание Творца И Не видят Всех этих Благословлений Как же это работает Как управлять Творец Этими вещами И где же В принципе Это заслуга О чем идет Речь О каком Друзья Логически Со стороны Торы Со стороны Мудрецов Пророков Со всех сторон Мы можем Доказать То, что Этот мир Это не может быть Цель Ради чего Человек был создан В этом мире Ради чего Человек был создан 60, 70, 80 100 лет Человек живел 120 лет Человек должен страдать Большинство его дней Это страдания Это Творец Бесконечной добротой Он создал Так Чтобы человек Страдал Большинство его времени В чем О чем это Что мы тут делаем Кроме этого Полно еще Сукин в Торе И в Новим И в Пророках То, что Это не может быть Это не цель Нашего Миря Это не цель Которой мы находимся Это не цель Чтоб человек Остался здесь И кроме этого Заканчивается все После этого Заканчивается все Говорят наши мудрецы Схар Бхай Альма Заслуга За наши Заповеди Которые мы делаем Бхай Альма Лейка В этом мире Его не существует Человек Соблюдал сейчас Тор Делал сейчас Шаббат Зажив сейчас Свечки Пошла женщина В микве Делала Халу Изучая сейчас Мужчина Тору Делала Мезуза Тфилин За все Эти вещи Которые мы делаем Желание Творца Говорит тебе Тора Мой дорогой Ты знаешь Весь Твоего Заповеди Творца Говорит Я тебе дам Цтаку Я тебе дам Заслугу За это Приходят тебе Мудрецы И говорят нам Мой дорогой Еврей Знаешь Столько стоит Одна митва Что в этом мире Нету ни одной вещи Которой можно оплатить Этот заповедь Не существует Ни одно Наслаждение Что-то Вилла Рос-Ройс Ничего абсолютно Нету В этом мире Бегай Альма Ничего не существует Который Можно сказать О Вот это заповедь Я сейчас соблюдал Шабады Я сейчас изучал Тору Это есть То что ты будешь Сейчас хорошо жить Нету Не существует Ты не можешь Потому что Величие Заповеди Оно столько большое Оно столько велики То что в этом материальном мире Абсолютно нету Ни одного сосуда Ни одного Межмин Никакого абсолютно Вечи Который может Себе иметь Величие Кобэта заповедь Заслуга И сила И свет И благословление Которое заключается В одном Минозаповеди А куда же Все эти заповеди Ходят Говорится В наших святых книгах Дорогие друзья Тот момент Когда еврей Приходит И делает заповедь С его душой Он связан С духовными мирами То в этот момент Создается ангел И этот ангел Ко мне было Заслуга Ворва Что бы мы ни назвали Это идет И хранится Для человека В будущем мире Мы сами создаем Нашу заслугу Так как мы делали Время Когда мы делали В зависимости Какой мы срутнефеш Какая отдача От наша была Сколько энергии И сколько Силы И штоковичей Мы привезли Именно жертву Чтоб делать Какую-то заповедь В зависимости От кучи разных вещей Которые только творец Можно этого знать Уходит Этот велик Именно заповедь Которую мы делали Этот ангел Эта сила Эта заслуга Что бы не было И ходит наверху И ждет нас Чтобы мы Через 120 лет Получали Именно заслугу За наши имена Правильные имена Действия И после Тхеттамаде Когда будет Воскрешение мертвых Мы получаем За наши Заповеди За наши добрые дела Вечно Стараки и друзья Я хочу сейчас Дать понять Что такое вообще Митцва И что мы поняли Настолько это невозможно Чтобы человек Получал именно Это здесь Именно в этом мире Если бы Я тут Отключу Если бы Мы бы сказали То что Есть возможно Чтобы человек Получает Заслуга В этом мире Да Мы сказали Что Я делал сейчас Шаббат Или что-то Дай мне Рос-Ройс Дай мне Именно Яхту Это 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 то Что я хочу Получается Мы берем И сравним То что значит Это митцва Он в состоянии Это равняется Митцва Равняется Яхта Равняется Миллион Равняется Богатство Равняется Что-то другое Но я сейчас Хочу Хочу вам Чуть-чуть Мина Раскрыть Совместно Дорогие друзья Что такое Мина Митцва И настолько Невозможно Чтоб человек Получал Говорит Этвич Здесь Наши пророки Если посмотрим Нигде Не рассказывают Как Влетит Будущий мир Что такое Будущий мир И все задают Вопросом Как же Это за что Мы евреи Живем Это за что Мы делаем Все заповеди Да Конечно Мы делаем Ради желания Чтобы делать Желания Творца А не для того Чтобы получать Именно заслугу Но Это то что Получают Дефакто Евреи Через 120 лет То Почему же Никто не рассказывает Об этом Потому что То же самое Возвращаемся Невозможно В нашем Материальном Понятии То что мы видим То что мы знаем Нашими материальными Мозгами Мы не можем Понять Что это такое Заслуга Будущего мира Нету ничего Сравниваемого Вещи Которые Может описать Заслуга Будущего мира И давайте Чуть-чуть Дотронемся Об этом Ола Мапа Об этом Одном Заповеди Которые мы Можем здесь В этом мире Делать И настолько Высоко Именно доходит Эта вещь Говорится В Масахат Пиркевот То что Все Если мы возьмем Весь Весь Абсолютно Этот мир Возьмем Возьмем Наслаждение Моего личного Одного человека То что я Сегодня Допустим Насладился То что я За этот год Насладился За то Я насладился За весь Мой Жизнь Если я Возьму Мое наслаждение Не только Мой Я возьму Наслаждение Моей семьи За весь Их жизнь За всех Хороших Вещей Которые у них Было Если я Возьму Наслаждение Всего Моего Города Все Наслаждение Возьмем Все В одну Чашу В одну Миллисекунду Все Все В одном Если я Возьму Наслаждение Всего Мира Этого Поколения И всех Поколений Вместе Если мы Возьмем В одну Миллисекунду Говорят Наши Мудрии Циперки А вот Все Наслаждения Которые Есть В этом Мире Если ты Соберешь В одну Кучу Оно Не сравнивается Одной Ветрей Который Выходит От Будущего Мира Один Ветерочек Который Может Выйти От Будущего Мира Это Еще Не сравнивается Ты Не можешь Взять Все Эти Наслаждения Все Эти Мирные Вещи Собери Все Вместе Это Еще Даже Не Заходит Одной Митсвы Одной Заповеди Одной Заслуги Который Тебе Ждет Будущего Мир Это То Что Нас Ждет За Одну Митсву Которая Ждет Нас Это Еще Не Дошли То Что Внутри Не Сравнивается Даже Корот Руах Даже Ветерочек Который Выходит От Будущего Мира Объясняющие Мудрецы Что Такое Ветерочек Который Выходит От Будущего Мира Приводится В Равел Дестлере Такое Очень Красивое Объяснение К этому Это Как Бедняк Который Несколько Дней Не кушал Не пил Он Настолько Голод Настолько Хочет Пить Настолько Хочет Кушать И Проходит Возле Дома Богатого Человека И Он Смотрит То Что Бамаш Накрывается Еще Стол Разные Виды Мяса Разные Напитки Разные Именно В кухне Именно Идет Таким Именно Запах И Так Именно Готовится Разные Салаты Разные Вещи Королевским Насторон Накрывается И Открывается От Дома Дворца От Богатого Человека Открывается Дверь И Выходит Запах От Этого Дворца Этот Бедняк Нюхает Этот Запах Только Вот Этот Вау Вау Об этом То Что Говорили Наши Мудрецы Он Даже Не Зашел Еще Внутри Он Даже Не Покушал Еще Вот Этот Ах То Что Он Мог Понюхать Даже Вот Этот Нюх Дорогие Друзья Не Сравнивается О Всем Заслуги О Всех Наслаждениях Которые Мы Можем От Начала Дома Дома Решено Докация Всех Дней Собрать Все Вместе Это Все Невозможно Сравнительно С этим Из-за Этого Наши Мудрецы И нигде Ни пророки Нигде Не могут Мне в состоянии Что ты можешь Дать За Это Из-за Этого Мы Сейчас Понимаем Почему В нашем Мире Нет На самом Деле Заслуг Потому Что За Что Заслуг Это Это Неправильная Игра Представляете Человек Делал Не знаю Какым Спортом Занимался Долгое Время Пошел На Чемпионат И он Ждет Сейчас Он Должен Получить Золотую Медаль И Он Ждет Там 10 Миллионов За Выигрыш И так Далее И Делает Все Выигрывает Достиг Работает Над собой И Все Абсолютно Сделал Достиг До того Момента Что Он Пошел До Финала И Он Пошел Он Выиграл Это Все Дает Ему Золотой Медальон За Это Все И Приходит Ему Маленький Ребенок Дает Ему Конфет Вот Это Тебе Заслуга Говорит Это Боя Заслуга Это Конфет Конфет Понимаем То Что Это Не Сравнение Все Это Странные Все Ради Этого Да Из Затого Мы Сейчас Понимаем То Что Творец Говорит Нам То Что Я Буду Защитывать За Каждое Действие Из Затого Хатопа Как Говорит Нашим Мудрец Хатопа Должен быть Мамаш Именно Бегать Именно Захватчиком Именно За Митсвот Захват Митсвот За Митсвот Митсвот Зам Митсвот И Кроме Того То Что Наши Заслуги Которые Мы Делаем Наши Добрые Делаем Дорогие Друзья Всех Сглот И Брахот И Благословлений И Сглот Которые Заключены В них Уже В этом Мире То Что Мы Получаем Кроме Этого Нас Ждет Самая Основная Награда Именно В будущем Мире Как Допустим Говорится Стака Спасает От Смерти Рассказывает История В Гимаре Рассказывает История История Про Дочки Рабья Кивы Дочка Рабья Кива Видели В Созвездиях То Что Она должна Была Умереть День Ее Свадьбы Так Минашамаем Так Ашем Делала Специально То Что В день Ее Свадьбы Она Дала Цитаку Бедняку Цитаку И Что Было После Свадьбы Она Вышла Комнату Она Раскрыла Свои Волосы У Него Была Шпилка Мне кажется Называется Она Взяла Была Как Очень Острый Она Взяла И Поставила В стенку И Что Там Была Она Убила Змею Которая Была Именно В стенке Она Даже Не Знала Она Просто Поставила Хотела Внутри Воткнуть А Там Была Змея Которая Должна Была Убить Что Спасла Ее Цитака Которую Она Делала Цитака То Что Она Делала Она Спасла Ее А Заслуга Которую Она Получит Еще В будущем Мире Заслуга За Цитаку Которую Человек Делает Еще Ждет Его Нецах Нецах И Мы Хотим Понять Сколько Им У нас Заслуга Идет Не Только Для Нас Дорогие Друзья Говорится В конце Паршат Вайт Хана Я Буду Оплачивать Вам На Тысячи Поколений Мы Представляем То Что Тысячи Поколений Какой-то Наш Пра 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 Дедушка Бабушка Делала Какой-то Митсву Мы Сегодня Можем Кушать Фрукты От Этого Можем Представить Что Это Такое Три Поколения Если Человек Делал Что То Не Так Три Поколения Которые Делали Что Что То Не Так От Страха Если Человек Делал От Большой Человек Который Делал С Любовью Заповеди Тогда Это Много Больше Там Идет Что Две Тысяч Поколения Творец Дает Заслуга Человек Заслуга Здесь И В Будущем Мире Дорогие Друзья А Что Здесь Дается Нам Творец Творец Тут Дает Как Написано Именно В Молитике Мы Читаем Мишну Дает Нам Всего Речь Фрукты Основные Фрукты Это Там Но Остатки Маленькие Какие-то Фрукты Мы Получаем Здесь Фрукты От Этих Великих Заповедей Которые Как Уважение Родителей Соблюдение Изучения Торы Ахнаса Торхин Привести Именно В Гости Кабы Прогласить Именно Навестить Именно Больных Именно Людей Все Вечи Которые Мы Читаем За Эти Вечи Мы Получаем Здесь В этом мире Фрукты Кушаем Всего Лишь Основная Заслуга Это Там Основная Заслуга Это Не Здесь Потому Невозможно Ли Шаэр Невозможно Здесь Получить Это Все Нереально Получить Здесь Все А Что Мы Здесь Получаем А Все Благословнение Которые Написаны В Торе В Порошат Китаво Порошат В Пехокотай Все Благословнение Которые Написаны Что Это За Благословление Тогда Это За То Что Мы Будем Если Сейчас После Как Мы Поняли Мы Мы Можем Получать Здесь Что За Наши Заслуги Человек Делал Одну Цитаку И Он Думает За Это Получу Мне Десять Тысяч Долларов Десять Тысяч Долларов Зачем Мне Десять Тысяч Знаешь Какая Заслуга Идет За Это Невозможно Никакими Деньгами Ты Мне Не Купишь За Ту Змитую Которую Я Делал Тфелин Я Дел Ты Хочешь Мне Что У Рос Рой Какой Рос Рой Не Сравнится Ни С Чем Абсолютно За То Что Я Получу Через 120 Лет Тогда Что Это За Заслуги Которые Говорится В Торе Будет У тебя Дожди Во Время Где Придут Никаких Врагов К тебе Не Придут Говорят Наши Мудрецы Эти Все Благословления Которые Есть В Торе И Вещи Которые Придут Нам Это Для Того Чтобы Была Возможность Чтобы Мы Могли Исполнять Заповеди Здесь В этом Мире Это Как Магин Медуб Дает Очень Красивое Объяснение Как Человек Который Идет На нашем Нашем Язике Он Говорил Что В то Время Человек Который Работает Таксистом Таксистом Бедняк Он Нужен Отвезти С одного Города В другом Месте Человека Но Договоренность Был То Что Деньги Он Отдаст В конце Когда Они Приедут На Месте Так В дороге Он Нужен Зайти Бензин Поставить В машине Заполнять Машину Ему Нужна Вода В машине Что Поставить Ему Нужна Еду Чуть Покушать Чтобы Он Мог Дальше Он Не Может Он Уже Человек Говорит Да Я Понимаю Что Ты Должен Меня Дать За Мой Поезд Сколько Бы В конце Но Для Того Чтобы В Дорогу Я Мог Вообще Пойти Чтобы Еда Была Что Чтобы Я Мотор Вообще Физический Чтобы Я Работал Мне Нужно Что Что Дал Меня Это Никак Не Берется От Денег Которые Должны Мне В Конце Эти Вещи Мне Нужны Для Того Чтобы Чтобы Я Мог Пойти Дальше То Закам Как Если Сравнить Человек Который Работает На Фирме Он Идет Сейчас В Фирма Отправила Его В Другом Городе Чтобы Пойти Работать Да Так Кто Оплачивает Именно Все Отель Еду Все Оплачивает Фирма Почему Оплачивает Фирма Потому Что Это Все В Интересах Фирмы А Он Должен Снимать Сейчас С Его Зарплаты Понятно Что Нет Фирма Заинтересован В Этому Это Есть То Заслуга Которая Говорится В Нашем Торе Дорогие Друзья Заслуга Которая Дается Здесь Нам В Этом Мире То Благословление Торе Фуа То Кром Всех Представляем Настолько Хазад И Любовь Из Творца Если Мы Понимали Исторические Время Которые Еврейский Народ Пережил И Человечество Бедность Которая Была Все Время На Шемудрец Мне кажется Сефер Хасад Сидим Пишет То Что При Всех Вещах Ты Можешь Посмотреть Так Как Везде Еврейский Народ Всегда Жил Намного Больше Чем Нормальный Средний Кабы Неврей Бедняк Наш Он Намного Больше Живет Чем Бедняк От Других Народов Средний Человек От Нас Намного Больше Чем Этот Ты Видишь Только В этом Рука Шемудрец В Наше Время Но Что Это Все Для Того Чтобы Мы Могли И Сполнять Заповеди Нам Нужно Парна Сад А Бедах Не Потому Что Это Дается Ради Этого Это Как Подарок Дается Нам Как Подарок Никак Не Сравнивается Абсолютно Не Берется От Нашей Минам Митвы Иногда Не Дай Бог Есть Такой Момент То Что Может Придем Объяснить Но Основно Минам Идет Так Такое Правление Творца Это Дается Как Милосердие Творца Но Не Так Как Заслуга За Наши Действия Наши Заслуги Действия Это Все В Будущем Мире Все Будущее Это Наш Продолжение Мира Из-за Этого Ни Один Ни Одна Сила В Этом Мире Не Мог Никогда Уничтожать Еврейский Дух Никогда Как Была Мне Кажется История С Тестем Любовческого Ребя Последного То Что Мне Кажется Хотели Вы Убивать Время Советского Союза Он Говорит Вы Меня Ты Ничего Абсолют Не Делаешь Ты Ты Не Сможешь Меня Убивать Ты Мою Душу Убить Это Тебя Не Касается Это Пронежит Творцу Моей Душей Буду Вечно Жить Ты Ничего Не Сможешь Сделать Со Мною Люди Были В шоке От Его Уверенности И Силы И Мощи Которая Была В Злодеи Которые Они Делают Какие-то Вещи Им Хорошо Это Уже Другой Вопрос Это Уже Другой Вопрос Сам Тора Тоже Отвечает В конце Парашадва И В конце Написано Почему Творец Действительно Ведет Такое Правление В этом мире Основное Правление Дорогие Друзья Творца И Это Есть На Что Идет Вся Абсолют Реальность Еврей Он Получает Мера За Меру За Все И Весь Человечество Основной Именно Надзор Сейчас Мы Говорим Про нас Про Тору Те Которые Идет Человек Делает Доброту Он Получает Схар Получает Заслугу За Это Человек Делает Против Творца Идет Наказание Против Этого Как же Сейчас Мы Не Видим Это Все Как же Человек Смотри Он Может Делать Пойти Против Творца Делать Определенные Вещи Ему Живется Хорошо Живется Хорошо Как же Это Работает Как же Эти Все Вещи Сравнивать Можно Это Все Совместить Дорогие Друзья Если Бы Мы Получили Здесь В этом Мире Не Отходя От Кассы Сразу же От Плату Творца Человек Делал Доброе Дело Помог Кому То Сразу же Экзамен Было Отлично Одел Твилин Чоп 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 Все Отлично Бизнес Прошел Отлично Взял Стаку Отлично Спас Сразу Сразу Был Б Иногда Мы Видим Эти Правления Явным Образом Как Мы Привели В Историю Рыбы Кивы И С Дочкой И Реальных Историй До Сегодняшнего Дня И Всех Поведаем Мы Видим Нашими Глазами Как Желание Творца Проявляется Здесь В нашей Кожуре Это Все Видим Поведаем Иногда Есть Правления Которые Скрываются Это Все Мы Не Видим Этих Вещей Цады Им Плохо Раша Им Хорошо Как Это Работает Правления Творца Которые Сказали Дорогие Друзья Это Есть И Без Никаких Абсолютно Это Так Есть Это Основа Нашей Веры Но Но Иногда Может Быть Такой То Что Человек Он Делал Какую-то Вещь Доброе Дело И Он Злодей Он Идет По Путям Творца И Что Происходит Творец Хочет Сейчас Отдавать Ему Заслугу Он Хочет Отдавать Ему Где Место Заслуги Заслуга Не В этом Мире Заслуга Мягко Сказать Ты Не Можешь Получить Заслуга В этом Мире Заслуга Будущем Мире Так За Что Он Сейчас Придел В будущем Мире И Он Что И Он Не Будет Получать За Эту Одну Митюхов Заслугу И За Все Добрые Дела Которые Он Делал За Все Злодейские Вечи Которые Он Делал И Все Так Говорит Нам Тора Посмотрите Может Быть Такой Реальность То Что Творец Недай Бог Может Отплатить Люди Которые Ненавидят Именно Творца Ненависти Которые Давко Хотят Против Творца Делать Что-то Ляк И Делать Против Именно Него Против Именно Него Или Там Блитя Вон Или Разные Как Виды То Может Быть Такой То Что Творец Действительно Дает Ему Заслугу За Его Действия За Его То Что Он Делал Один Вимец Который Он Делал В этом Мир Отплачивает И Чтобы В конце Концов Чтобы От него Ничего Не Осталось Ля Видо И Может Действительно Такое Направление Такое Направление И Рамбан На этом месте Дорогие Друзья Объясняет Четко Ясно То Что Может Быть Такое То Что Человек Который Не Дай Бог Который Полностью Абсолютно Ненавидит Творца Шемаххишимбелакуту Который Отрицает Полностью Реальность Именно Творца Эйляим Схудклам У них Вообще Не может Быть Какой-то Заслуги Но Есть Правление Творца Которое Объясняет Нашим Творец Опять-таки Это Мидраше То Что Ради Трех Вещей Творец Продлевает Свою Ярость Над Людьми Что Почему Один из вещей Почему Творец Может продлевать Ярость В этом мире Может быть Я не буду Делать Чуву Он Делал Какую-то Митцву Он Хороший Еврей Он Мама Ж Этот Но Делает Плохие Вещи Что Такой Ну Что Творец Почему Не дает Сразу Наказание Его По голове Потому Что Он Ждет Что Может Делать Чуву И так Были В истории Нашем Танахе Полно Следующий Момент Ашем Дает Ему Заслугу За Какую-то Заповедь Которую Он Делал В этом Мире Что Хочет Отплатить Ему Или Может Быть Что От них Выйдут Какие-то Праведники Будущим Так Как Это Мы Видим Насчет Ахаза Хискияу И Видим Про Мурдыха И То же Самое Да И Это Может Быть Такой Вещь Может Быть Такое Именно Правление Творца То Что Ашем Продевает Именно Свою Ярость В этом Мире Ради Именно Этого Но Не Дай Бог Говорит Рамбан Что Может Быть Вообще Именно Такая Реальность Такая Реальность Не Дай Бог То Что Полностью Все Человек Продевает Творца И Отрицает Все Может Даже У него Говорит Заслуги Нет Ни На Что Но Человек Который Есть Заслуги И Отплачивает Может Быть Разные Его Направления Разные Причины Которые Почему Это Может Быть И Аль Шахадош Он Приводит Медраж Который Говорит То Что Есть Такое Правление Творца То Что Творец Не Дает Здесь В В этом Мире Они Очень Плохо Живут Для Того Чтобы Будушем Их Поколения Их Детей У них Чтобы Была Какая-то Заслуга Чтобы Могли Жить Как Мы Видим Это Насчет Авраама И Наших Продцов Есть Такое Тоже Правление Теперь Что Цадыки Они Получают На Все Будушем Мире Но Представляем Если Мы Получили Сразу Здесь В Мире Все Заслуги Не Было Вообще Свобода Выбора Если Были Евреи Получили Сразу Заслугами За То Что Он Делал Где Была Тут Свобода Выбора Что Человек Сказал Это Как Человек Который Работает В Магазине Пошел Заработал Вышел Взял Свою Зарплату Почему Ты Должен Работать Потому Что Получил Зарплату Это Есть Где Где Была Была Отдача Ради Творца Делать Желание Творца Желание Просто Творца Потому Что Он Делал Столько Тебе Доброту В этом мире Он Столько Делал Доброту Твоим Детям Всем Абсолютно И Настолько Мы Обязаны Ему Благодарны За То Что Все Вещи Которые Он С С Делает Был Не Был Этого Всего Не Был Был Митва Лишма Мы Никогда Не Смогли Достичь Уровня Что Мы Делаем Митву Во Имя Творца Нет Какой Во Имя Творца В Мои Карманы Я Делаю Митву Если Была Была Сразу Оплата Я Хочу Там Какой Во Имя Творца А Сейчас Есть У нас Свобода Выбора Потому Что Делаешь Митву Ты Ты доверяешь Имя Творца Ты Доверяешь Маме Что Он Тебе Да Заслугу Без Никаких Абсолютных Вопросов И Как Творец Сам Четко Ясно Говорит Это То Что Неман Хубал Мелаха Доверчив Тот Тот Кто Тебе Заповедовал Эту Что Он Будет Оплачивать Тебе Но Где Он Будет Оплачивать Здесь Он Будет Оплачивать Тебе Он Заповеди Но Основной Это Там Основной Заслугой Это Там Дорогие Друзья Из-за Этого Хатов По Хатов Человек Должен Пойти Хватчиком В этом Мире Захвачивать Больше Митцвод Захвачивать Больше Митцвод Я хочу Закончить Одну Историю Которая Опять Так Была С Хофицхаймом Мы Тут Поймем Невероятно Большой Именно Ашлама То Что Называется Полноценностью На той Идеи Которой Мы Сейчас Здесь Говорим Пошел Хофицхайм Один Один Человек И Говорит Ребе Ребе Пожалуйста Благослови Меня Напарносу Хофицхайм Благослови Напарносу Реальная История Проходит Время За Это Время Произошла Инфляция В стране Приходит Человек С Маленькой Коробкой И Увидел Хофицхайм Этого Человека С Маленькой Коробкой И Говорит Приходит Хофицхайм Ура Большое Спасибо За то Что Благословили Мамаш Ваша Браха Просто Это Невероятно Бэмэд Мамаш Я Зарабатываю Намного Больше И Ашин Благословляет Меня Все Невероятно Говорит Хофицхайм Говорит Мы Дорогой Я Не Понимаю Я Знал О Тебе Только Когда Ты Пришел Ко мне Что Получил Благословление Я Знал Что Ты Продавал Килограммами И Стами Килограммами Тонами Ты Продавал Именно Свои Вещи И Сейчас Ты Стоишь Маленьким На Коробке Продаешь Пару Килограмм Своих Вещей И Ты Говоришь Что Ты Много Разбогател И Стал Намного Богаче И Моя Благословление Было Хорошо Говорит Диму Чтобы Получить Благословление Тогда В стране Было Все Все Было Идеально Никому Ничего Не было Нехватки Я Приходил Я Покупал За 6 Рублей Что-то Я Не то Что За 10 Не то Что За 9 Не то Что За 8 За 7 Рублей Еле Продавал У 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 Да Заработок Да Я Продавал Сот Килограммами И так Далее Сто Тысяч Может Безгетоны Продавал Да И Нахинами Но Заработок Был Очень Маленький Почему Потому Что Большая Конкуренция Ты Не продашь За Мене За 7 Вот Продается За 8 Не Продашь За Это У Тебя Там Плохой Товар Чем У Него Я Пойду Него Куплю Так Что Мне Как Заработать Нужно Было Это Делать Сейчас Настала Инфляция Нет Товара Нет Товара Я Сейчас Продаю Меньше И Вот Смотрите Я Хожу В Этом Маленьком Коробке Я Покупаю За 3 Рубля Товар Я Продаю Уже 6 За 7 За 8 Рублей Я Выигрываю 2 100 Процентов И Больше Плюс Я Больше Именно Выигрываю За Я Продаю За 6 7 8 Рублей Продаю Почему Потому Потому Что Нет Товара И Спрос Очень Большой Я Прихожу К К К К К К К Продаю За 4 Нет У Нем Другой К К К К К К 7 Хорошо 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 Дай Мне За 8 Я К К К Вот Так Работает Ребен Инфляция Прошу На Смотри Мой Дорогой Еврей Настолько Великая Вещь Не Только Материально Мир Работает Так Точно Так Ж Работает Духов Мир Есть Времена Тогда Когда Одна Митсва Которая Делает Еврея Здесь В Этом Мир У Есть Да Заслуга Ценность Что То Но Есть Иногда Митсва Которые Человек Делает Во Время Инфляции Во Время Тогда Когда Никто Не Хочет Делать Эти Митсвот Тогда Когда Мало Народа Те Которые Соблюдают Шаббат Тогда Мало Народа Которые Делают Мезузу Себя Во Двери Когда Мало Тот Кто Делает Шма Израиль Каждый День Когда Мало Народа Которые Кушают Шаббат Кушают Кашрут В Это Время Ты Приходишь Евреи И Ты Делаешь Эта Митсву Знаешь Какая У Тебя Заслуга За Это Это Время Инфляции Митсвот Десятками Десятками Тысяч Намного Больше Твоя Заслуга Чем Человек Которые Делают Во Время Рамбама Когда Все Соблюдали Тору Митсвот Тогда Все Изучали Именно Тору Все Было Хорошо Тогда Когда Во Время Раши Все Знали Все Все Делали Все Заповеди Во Время Танайми Амураем Во Время Рабь Юда Носы Во Время Рабья Кивы И Всех Этих Мудрецов Певодай Все Делали Заповеди Эту Митсву Знаешь Как Эта Митсва Десятками Тысяч Раз Больше Твоей Митсва Чем Одна Митсва Которую Делали Именно Те Поколения Дорогие Друзья Счастливы Мы Еврейский Народ Счастливы Мы Еврейский Народ Что Мы Избраны От Всех Народов Что У У Нас Есть Тора И Заповеди И Любовь Которой Творец Дал Даже Радоваться И Бегать И Жаждовать Именно Каждой Митсвы Которую Мы Делаем Счастливы Есть Мы Счастливы Наш Удел Который У нас Ждет В этом Мире И Будущем Мире Дай Бог Что Мы Достоились Усиливаться Больше Соблюдения Заповедей Понимания Важности Именно Митсвот Понятий Настолько Высоко Настолько Большой Любовь Творца Есть Когда Дает Нам Столько Митсвот Чтобы На Каждом Шаге Мы Можем Достоиться Митсву Как Может Человек Не Видеть Это Творец Он Говорит Элементарную Вещь Ты Делаешь Так Или Так Кушаешь Мой Дорогой Еврей Я Не Хочу Чтобы Ты Просто Так Кушал Я Хочу Когда Ты Кушаешь Я Буду Засчитывать Тебе Митсву Скажи Биркат Амазон Скажи Амазон Ты Кушаешь Энивей Раб Который Кушает Извините Мой Он Должен Получить За Это Заслугу Он Должен Кушать Потому Что Он Не Будет Кушать Он Умрет Ты Хочешь Еврей Изучай Тору Я Буду Тебе Засчитывать Энивей Ты Хочешь Во Время Ходьбы Куш Я Дам На Заслугу За Это А Какую Заслугу Энивей Мы Не Можем Дорогие Друзья О Какой Времени Идет Речь На Что Мы Приходим Через Будущем Мире После Прихода Машеха Дорогие Друзья Заслуги Которые Мы Делаем В Это 70 70 80 Лет Это Вечность Наши Души Будут Жить Вечно Они Не Будут Умереть Мы Понимаем Что Такой Заслуга Который Будем Наслаждаться На Этим Нашими Заповедями Которые Мы Делаем И Никто Нас Не Помог Только Мы С Нашими Руками Вечность 60 70 Лет Это Крошка В Море Это Ничего Абсолютно Вечность Все Будут Собираться Вместе И Будем Наслаждаться Это Наш Будущий Который Живет Каждый Еврейский Праведник И Это 1670 Лет Который Было Дано Нам Здесь Это Великий Назул Который Мы Объяснили Настолько Это Высоко Стоит Мы В этом Месте В этом Мире Чтобы Мы Могли Удостоиться Этого Всего Что Мы Делали Во Имя Творца Чем Наши Намерения Будут Святые Чем Наши Намерения Будут Прекрасные Чем Наша Заслуга Тоже И Будущий Мир И Это Мир И Будущий Мир Будет Нам Больше Человек Делает Это Из-за Страха Это Хорошо Делает Из-за Любви Нам Больше Человек Делает Из-начально Больше Из-за Заслуги Седер Уровня Служения Творца Человек Делает Потому Что Я Дай Бог Дай Бог Чтобы Наши Молитвы Были А Шэм Удостоин Много Заповедей Чтобы Я Достоился Чтобы У Мне Было Возможно Хласти Доброту А Шэм Тебя Даст Доброту Хstadt Делает Делает Хэт Им Добрые Делает Творец Даст Возможно Что Ты Делал Дай Бог Что А Дал Нам Много Возможно Много Творец Дала Правильное Мирение Правильное и чтобы творить с благословениями благословениями в свое время привез на Машеха, чтобы вы видели нашими глазами. Аминь Кенни Радцам.